прежде чем приступить к вязке нам надо подготовить люликс много не буду отматывать то есть в зависимости от того кому сколько требуется мух изготовить выбирая длину одинаково возьмем обрезочки грим и голд то есть вот три люликса нам их надо подготовить прежде чем скручивать там ниточка внутри вот ее надо извлечь чтоб осталась одна золотиночка аккуратненько извлекаем чтоб руликс не замять сильно так один второй второй третий обращаем внимание на то куда закручен рюликс на этих нитках вот если приглядеться внимательно то видно что вот в эту сторону скручивается в эту раскручивается да вот они все должны закручиваться в одну сторону то есть вот скручивается раскручивается ну то есть если в одну сторону отматывали с катушки то оно и будет в одну сторону смотреть все выравниваем кончики сущности можно приступать крючок ченуэр 05 монтажка черный капрон самодельный закрепили обрезали универн блок тоже черный материал крепим весь сверху несколько оборотов здесь дадим несколько оборотов здесь дадим и закрепим нашу скрутку из трех рюликсах тоже поверху прокладываю подровняли тело монтажка больше нам не нужно формируем формируем тело универно прошли в эту сторону виток витку прошли в обратную сторону виток витку так рюликс нам надо вывести чтобы он почти на прямой части встал еще раз прошли виток к витку возвращаемся назад то есть вот оно в принципе тело сформировано и назад головки с промежутками мотаем потом в эти промежутки мы положим рулекс раз монтажка док блю закрепили наше тело лишнее обрезали кто практикует полуузлы полуузел я узел узловяза мне это удобнее и быстрее гораздо монтажку на отвод рулекс скручиваем плотненько прям так хорошо и в эти промежутки которые мы оставили вкладывая рулекс должно получиться три витка три три с половиной лес прикрепили это дело обстригали излишки хакал коричневое перо на этот раз бородки мы не отрываем внутренней стороной пера прикладываем крючку закрепили полтора оборота оборот можно сказать р.с сформировали головку вяжем финишный узел то что у нас осталось вперед вот торчащие это обстригали вот и все как то так такая вот мушка не забываем пролачить головку лака я обычно не жалею но тоже тут аккуратно надо чтоб на шерсть сильно не попадала ну хотя если и попадет она никак не влияет на внешний вид на несколько раз можно пролачить она тогда как бусинка получается у меняется головка блестящая такая вот мушка очень влоистая по крайней мере июнь июль вот такой вот светофорчик по показать как переливаются эти